В этом видео хочу познакомить вас с обалденным, не побоюсь этого слова, TV-боксом HK1, которым я пользуюсь уже почти полгода и который местами пахал просто сутками. Проигрывал фильмы, различные онлайн кинотеатры и игрушки. И показал он себя полным-полным молодцом. Если ты искал качественный TV-бокс за недорого, то это видео именно для тебя. Постараюсь дать побольше информации в плане работы с контентом и поменьше всяких циферок в подобных видео от других авторов. Вот так вот выглядит упаковка, в которой поставляется приставка. В комплекте инструкция, с которой по сути мы ничего не узнаем о приставке и разбираться нам придется самим. Пульт в данной модели абсолютно обычный, со всеми основными клавишами, но этого пульта вполне хватает для использования медиа-контента. То есть запустить YouTube, что-то найти, запускать различные онлайн кинотеатры, находить какие-то фильмы. Этого пульта вполне хватает. Я покупал себе AeroMesh, одну из самых популярных моделей. Если вот интересно будет, могу снять видос на нее. Но мне она не зашла, она абсолютно была глючена, управлять ей вообще не комфортно. Поэтому я прикупил самую обычную беспроводную мышку. То есть онлайн кинотеатры просто что-то полазят по менюшке. Это пульт. Если я запускаю какие-то игрушки, где нужно там что-то как бы нажимать, тач, чтобы какой-то был, да. Я использую уже мышку даже в тех же эмуляторах, допустим, чтобы игровых эмуляторах, чтобы найти какую-то игру. Конечно, проще колесико мышки прокрутить и все запустить. Блок питания 5 вольт 2 ампера. Ну и конечно же в комплекте есть HDMI кабель, который у меня сейчас нависит на стене. Он коротенький, но мне его хватает. Ну и естественно, вот она сама приставочка. Это не та самая, которая у меня на стене. Это вторая приставка, которую я покупал своим соседям. Они мою приставку увидели, сказали, вау, пушка бомба, все супер. Я похвалил, они сами увидели, что все действительно хорошо. Попросили меня, я заказал. И в каких-то тоже распаковках, скорее всего, она тоже будет. В общем, это ихняя приставка моя, висит на стенке. Видите, у них даже еще сохранили они сверху пленочку. И по ней я вам покажу, что на ней тут есть. В общем, она маленькая и очень симпатичная приставочка. На корпусе у нас расположились разъем microSD и поддерживает он объем до 64 гигабайт. Ну так заявлено производителем. Разъем 3.0 USB обычный, USB 2.0. Ethernet, кстати, гигабитный. Это очень хорошо. У кого есть гигабитная сеть, прям пожалуйста. AV разъем, HDMI 2.1, SPDIF и разъем питания. С этой грани ничего нет. На лицевой панели у нас глянцевая вставка. Здесь при включении отображается время и состояние сети. Еще какая-то мелочевка. Снизу у нас отверстие теплоотвода. Это немного странное решение. Почему не сделать теплоотвод по бокам, ну или дополнительно по бокам. Но при всем этом приставка у меня приклеена на двусторонний скотч на стене и не греется. Приставка в принципе не подвержена сильному нагреву. А это огромный плюс при выборе ТВ-бокса. По железу в данной приставке установлен процессор IM-Logic S905X3. 4 гигабайта оперативки. 64 гигабайта здесь внутренней памяти. Есть варианты на 32 и на 128 гигабайт. Блютуз четвертой версии. Приставка четырехъядерная. Cortex-A55 на 1908 МГц. Графический процессор Mali-G31. Беспроводная связь поддерживается как 2,4 гигагерца, так и 5 герцовая сеть. Это очень круто. Я чаще пользуюсь 5 герцовой сетью. Также здесь у нас Android девятой версии. В принципе на FOP-EDA можно найти уже десятую версию. Но так как все меня устраивает, как приставка работает, я не стал никаких делать обновлений. Только официальные, которые были с коробки, так сказать. Больше их по сути и не было этих обнов. Ну и также можете посмотреть на рабочую температуру. В принципе выше 65 градусов у меня приставку не удавалось загнать. И это при том, что она работала сутками. Знаю, что с учетом всего этого железа многие скажут, что типа ничего здесь особенного нет. И во многих приставках все то же самое. Да, ребят, я с вами полностью соглашусь. Но есть такой момент. Это оптимизация самой приставки. Какая здесь установлена прошивка именно самим производителем. Здесь все подогнано идеально. То есть, как и говорил, приставка работает сутками. Она не греется, она не глючит, она не заикается. Вот все-все отлично. В других приставках от других производителей, если вы выбираете активную приставку, я думаю, вы начитались информацией о том, что есть постоянно какие-то проблемы. Даже в таких мелочах, как Bluetooth. То есть, то Bluetooth не работает, то с Wi-Fi постоянные проблемы, он отваливается. Именно в этой приставке ничего такого нет. Еще раз повторюсь, работает она супер стабильно. Для контента супер. И вот так вот выглядит у нас уже родной лаунчер. Хотя, в принципе, вы на том же FOPDA, либо в Play Market можете скачать какой-то другой вариант. Но меня и стандартный вполне устроил. Благо, можно тут поменять какие-то обои, либо загрузить свои фоновые. Ну, при желании можно как-то это кастомизировать. В общем, у нас на главной странице доступен YouTube, Netflix, от которого, кстати, вот что есть минус в лаунчере, от Netflix здесь избавиться нельзя. То есть, вот эти все иконки, их заменить нельзя. Вот как они вшиты в прошивке, так они и есть. То есть, здесь у нас YouTube, здесь у нас Netflix, Play Market, Firefox, Mozilla, да, Wallpaper. То есть, обои какие-то, файлы те, которые мы можем считать с жесткого диска, либо с самой приставки. Что у нас? Apps, это приложение и настройки. Также, ребят, настоятельно рекомендую, кто приобретет эту приставку, у меня уже на распаковке было там две приставки, еще и третья, судя по всему, будет. В общем, в некоторых прошивках уже предостановлен панель навигации. Она уже есть. У меня ее не было. Если вдруг у вас ее нет, я настоятельно рекомендую с Play Market скачать любую навигационную панель, потому что все приложения, которые вы запускаете, все, что вы делаете на приставке, оно все сохраняется именно вот в трее. То есть, все это сворачивается. И после того, как вы приставку выключили, они не удаляются, они постоянно там висят. Естественно, забивается оперативка, все это дело забивается. Поэтому, если у вас не установлена навигационная панель, обязательно ее установите, чтобы можно было очищать память. Снизу у нас также есть панель для быстрого доступа к основным приложениям, которые вам больше всего нравятся. К сожалению, можно установить всего лишь 8 приложений. Если хотите их заменить, то также можно, жмем на плюсик. И здесь мы можем выбрать, какие приложения мы хотим отключить, какие наоборот мы хотим включить. Я надеюсь, что вам будет видно. Телевизор у меня 4К, поэтому приставка автоматически подтянула разрешение 4К, 60 Гц. И в этих условиях, если я буду запускать YouTube, и если видео доступно 4К, оно будет автоматически включаться в 4К. Доступны несколько вариантов настроек. Есть Droid Settings. Мы заходим, здесь можно настроить HDMI сек, включить, выключить. Все это настраивается. Также есть настроить аудиоразъем, какие кодеки, что мы хотим оставить включенным. Но я рекомендую все оставить по умолчанию. Ничего это не переключать. Также настроить клавишу у нас выключения. Что она будет делать. То есть вгонять в сон, либо рестарт делать. Но у меня по умолчанию просто выключено с помощью клавиши выключения. Также настроить картинку, всяческие настройки произвести. Но тут ничего не меняется, так как видать это именно андроидовские настройки. По сути на отображение картинки именно эти настройки не влияют никак. Также здесь имеются абсолютно стандартные настройки, как для андроида. Ну и теперь самые основные настройки. Как и говорил, сеть здесь доступна как 2.4 ГГц, так и 5 Гц сеть. Я на данный момент подключен к 5 Гц сети. 2.4 и 5 работает вполне отлично. Все это дело я вам сейчас покажу. Обновления на приставку уже не приходят абсолютно давно. Как полгода назад распаковал, обновился все. Больше обновлений никаких не было. Опять же, хотите обновиться, ФОПДА вам в помощь. Ну и на этом хочу с настройками я закончить. Ничего там больше интересного в принципе нет. Основные характеристики я показал. Все стандартно, как на андроид, как на андроид-телефонах. В общем менюшка андроидовская. Она здесь абсолютно стандартная для всех приставок. А теперь хочу показать вам самое интересное. Это контент. На данный момент, как и говорил, я подключен к 5 Гц вайфаю. Запускаем YouTube. И сейчас хочу запустить и один из самых популярных 4К роликов. 149 миллионов просмотров. Ребят, во всех видео звук будет выключен. Так как я не хочу, чтобы, как говорится, YouTube не дал по шее за лицензионные права. Поэтому фильмы, весь контент будет запускаться без звука. Как вы видите, ролик запустился мгновенно. Качество картинки сразу хорошее. Ничего не тормозит, ничего не лагает. И давайте я покажу вам, что это действительно все-таки 4К. Видите, автоматически запустился ролик в 4К. То есть если 4К не будет доступно, будет Full HD, запустится Full HD. То есть он максимально возможное разрешение запускает. Если вы на экране местами замечаете перефокусировку, потому что я снимаю на телефон. Фокусируется он, к сожалению, не очень. Извиняюсь, и за этот момент тоже куда без этого. Давайте запустим 4К. 35 минут видео идет. Давайте пролистаем. Видите, подзагрузки мгновенные. Давайте еще пролистаем. YouTube 4К работает отлично. Претензий вообще никаких нет. Следующее приложение это телевидение. Называется оно Lime HDTV. Ссылочки, к сожалению, я опять же оставить не могу, потому что YouTube это может воспринять как обычное операцию. Поэтому без ссылок буду называть название. А вы сами в поиске, в гугле, где угодно можете найти. Lime HDTV это российское телевидение. Можем запустить, к примеру, REN TV. Также есть различные проехатели, где можно посмотреть украинские каналы. Это не проблема. Есть различные качества. То есть есть, вы можете посмотреть в не очень качестве, а есть допустим в Full HD качестве. Но там нужно будет платить тогда за эти приложения, чтобы качество было получше. Для обыденного просмотра более чем достаточно. Опять же, можете посмотреть, что канал запустился мгновенно. И показывает он отлично. Онлайн телевидение вообще не тормозит. Главный плюс этой приставки это то, что она запускает практически все мгновенно. Еще одно приложение, которое называется KinoTrend. Это приложение, в котором находится что-то около порядка 30 последних фильмов в лицензионном качестве. Это приложение постоянно обновляется, то есть в каком-то плохом качестве фильмы вы не найдете. Только лицензия, только хороший лицензионный звук. Качество здесь также картинки либо Full HD, либо 4K. Ну, в зависимости, если конкретный фильм доступен. К примеру, вот новейшие фильмы здесь есть. Конек-горбунок, да, вот Охотник на монстров. К примеру, смотрите, я его запускаю. И давайте сейчас, кстати, вот протестируем такой момент. Вот сейчас я подключен к 5-герцовой сети, да, мы запускаем Охотник на монстров. Как и говорил, видите, допустим, этот фильм, он доступен в Full HD. Это в BD Remux идет и в 4K. 4K контент, да, онлайн можно запускать, но тут могут быть подзагрузки. В Full HD вот прям вообще без проблем. То есть онлайн Full HD, он тянет просто без проблем. В 4K могут быть какие-то подзаикания, если мало, опять же, юзеров, которые это дело раздают. Нули, если это вечер, да, и в принципе сеть очень сильно нагружена телефонами, все, весь дом вообще интернет сосет, весь мир сосет интернет. Ну вы поняли, о чем я имею в виду, что нагрузка на сеть идет, там могут быть в 4K заикания. Поэтому в принципе я смотрю всегда Full HD и с этим проблем нет. Давайте запустим Full HD. Пошла подзагрузка. Опять же, как настраивать эти приложения, можно найти в интернете. Если прям такая тема будет интересна, можете написать, я расскажу. Потому что там есть кое-какие мелкие нюансы, которые, скажем так, ускорят процесс работы и загрузки именно этих приложений. Кстати, допустим, чтобы вы понимали, в некоторых приложениях, не знаю, это только у меня или у всех, так, к примеру, в некоторых приложениях, некоторые фильмы, которые вы в онлайне запустили, их нельзя перематывать. То есть вы пытаетесь его перемотать и вас просто выкидывает с фильма. То есть вот вы запустили и должны его смотреть до конца. Ну, плей-пауза, там, в туалетик сбегать, покушать. Это можно. Ну вот в этом зачастую фильмы листаются. Жмём на перемотку, да, он немножечко подумал, всё, фильм пошёл дальше. В принципе, да, я думаю, вы заметили, что очень быстро, очень быстро приставка раздупляет. Это просто буквально 3-4 секунды и всё пошло. Далее кадр опять идёт. Full HD фильм. Далее я хочу подключиться к обычной 2,4 ГГц сети. Подключено. Сигнал хороший вполне. И, ну, должен отметить, что, к примеру, приставка находится от роутера где-то примерно в 6 метрах от него. Запускаем всё тот же кинотренд. Запускаем всё тот же охотник на монстра. Пошла загрузка, поиск юзеров, кто нам раздаст эту киношку. Загрузка, как пока, видите, 4 метра, 5 метров, 4,6 метров. Вполне возможно, где-то будет метр и два. Это зависит от количества людей, да, которые раздают конкретный фильм. Киношка пошла. Попробуем перемотать. Пробуем перемотать. Всё отлично, всё хорошо. Если у вас нет 5-герцовой сети на 2,4, так же можете прекрасно смотреть онлайн кинотеатры. Ещё одно отличное приложение, которое называется Lime Deluxe Pro. Здесь вы просто, как на обычном торрент-сайте каком-то, ищите необходимый вам фильм и можете его смотреть. Опять же, в различном качестве, с различными переводами. К примеру, вот последний, да, Godzilla против Kongo. Давайте её найдём. Начинается поиск, и сейчас я по-прежнему подключён к 2,4-гигагерцовой сети. Вот, допустим, она доступна, Godzilla против Kongo. Запускаем её, выбираем торрент. Сейчас нам выдаст список различных доступных нам, скажем так, серверов, да. Через что мы будем смотреть, с какого сайта мы будем смотреть. Вот, Godzilla против Kongo, Geek 46, 8 гигов, раздаёт 1934 человека и скачивают 297. Да, ну, к примеру, давайте его мы и запустим. Это опять же будет Full HD фильм, но перевод HD резкий. То есть, это не лицензионный перевод, HD резко. Добавить и играть. Выбираем, смотрим, как у нас сейчас пойдёт загрузка. Пошла буферизация. Скорость 1,3, 2,9 мегабайта. 4,2. 5,4. Вот, киношка пошла. Киношка идёт, Full HD, не тормозит. В принципе, рекомендую смотреть вам файлы до 15 гигабайт. Вот с ними он прям вообще без проблем справляется. То есть, интернета более чем хватает. Тяжёлые файлы, 60 гигабайт. Вот эти все 4К, и это именно связано с онлайн кинотеатрами. Там, да, там могут быть затупы, как я говорил. То есть, для Full HD контента в онлайне супер. YouTube в 4К это точно потянет, потому что ролики не длинные, загрузка там короткая. А, конх, жопу чешет. Ещё одно моё любимое приложение называется AnonNam. Здесь также огромный список новинок, фильмов. Но помимо этого, вы можете также ещё открыть дополнительную вкладку, в которой идут уже подразделы. То есть, фильмы в 4К, новые сериалы, мультфильмы, лучшие фильмы, исторические, тра-та-та, там огромнейший список, анимационные фильмы Дисней. То есть, в общем, подгруппы различные есть. Также здесь есть поиск. Также вы можете найти свои любимые сериалы, и всё это запускать и смотреть, да. Ну, давайте вот, к примеру, всё-таки запустим с вами в 4К, чтобы вы понимали, какие могут быть именно с 4К онлайн кинотеатром и проблем. Вот старенький фильм, вообще полицейский, из Беверли-Хиллз. Он доступен в 4К. Давайте зайдём в него. Также выбираем торренты. И вот здесь могут быть проблемы, потому что, смотрите, здесь фильм 59 гигабайт, но раздаёт всего 6 человек. Это даже в обычном торренте будет очень долго качаться. Ну, давайте запустим. Пошла скачка. 2 мегабайта, 3, 4. Хорошо качает, кстати, 6 человек. Но файл большой. Вот как и говорил, что в 4К большой тяжёлый файл для онлайн кинотеатров могут они подтормаживать. Поэтому смотрим в Full HD. Ну, либо ставить на паузу, ждать пока всё это дело прогрузится хорошо и тогда можем смотреть. Ну, это не совсем удобно. Ну, и также, что по поводу перемотки, что не всегда она срабатывает. Где-то может сработать, где-то нет. Ну, вот видите, здесь перемотка, судя по всему, сработает, не выкинет меня из приложения. Точнее сказать, из фильма. Видите, да, есть подвисание. В общем, Full HD. Full HD это нормас. До 15 гигов фильмы в онлайне прям тянет на ура. А в большой вкладке Apps здесь у меня находится весь список установленных моих приложений. Естественно, здесь доступный Мироуказ. Также здесь есть Smart YouTube. Tarantinium это уже предустановленный сервер. Но, кстати, насчёт сервера я использую TorServTV. Он нормально, стабильно работает. Сейчас к приставке я подключил жёсткий диск объёмом на 1 терабайт. Также закинул туда немножечко 4К контента. Это различные фильмы. Я скачал и, кстати, их успешно просмотрел. Это Мстители, вторые, да, Эра Альтрона. Железного человека я отсмотрел. Всю трилогию в 4К. И вот один из последних фильмов это вторая Чудо-женщина. Размер файла 64,7 гигабайта. Запускаем, смотрим. И вот у нас пошёл фильм. Практически мгновенно он запустился. Попробуем перемотать. Мгновенная перемотка. Никаких зависаний, вообще ничего. Всё стабильно. То есть любые 4К файлы, записанные на жёсткий диск, на флэху, вполне можно считать. Перематываем. Мгновенно. Всё мгновенно. Давайте запустим Эру Альтрона. Также включаем. Загрузка мгновенная. Файл пошёл. Пробуем перемотать. Перемотка. Всё отлично. Никаких зависаний, ни подвисаний. Всё шустро. Всё быстро. В общем, ребят, по видеоконтенту, я думаю, тут всё понятно. Для онлайн-кинотеатров, для 4К с жёсткого диска, 4К YouTube, это просто идеальная приставка. Никаких подумываний, подлагиваний с контентом, с видео работает на ура. Опять же, это огромный показатель работоспособности хорошей приставки. Ну, а теперь давайте расскажу вам, как эта приставка работает с играми. Тут ожидаемо, конечно, всё приставка не ахти, как их тянет, потому что она недорогая. И вообще, я не знаю приставки, которая бы там до 50 баксов реально тянула все игрушки на ура. Но на ней, в принципе, вполне можно поиграть. Поиграть можно как в различные эмуляторы, конечно же, так и в трёхмерные игрушки. Давайте покажу вам некоторые, которые у меня как работают, так и не работают. И, кстати, некоторые, даже удивительно, почему не работают. Вот, к примеру, Asphalt Extreme. Одно время эта игра поддерживала управление на ТВ-боксе с помощью обычного геймпада. От недавнего времени почему-то перестало. Возможно, это связано с какими-то последними обновлениями. Но в любом случае, как вы видите, у меня даже курсор мышки реально сильно тормозит. Поэтому в Asphalt Extreme играть у вас не получится, а игра очень сильно тормозит. Игрушка Batman The Telltale Series. Нажмите A, чтобы начать. То есть она поддерживает управление с помощью геймпада. Но опять же, тут ожидаемо, игра достаточно прожорливая. Поэтому игрушка тормозит и играть некомфортно. Это даже при том, что это обычная игра, где вам там надо в определённые моменты нажимать определённые клавиши и просто смотреть видосики. То есть игра реально тормозит, играть не получится. Как вы видите, даже по менюшке я нажимаю на клавиши и всё туго, всё медленно. Но в оправдание, к примеру, под эти игры нужен такой, скажем так, и нехилый смартфон, чтобы комфортно играть в такие игры. Далее вот такая вот игрушка простенькая, но многие это любят, ферма. Вот типа фермы, это, конечно, без проблем можно тут поиграть. Запускаем пилу, у нас тут задание есть. Давайте попилим это дерево. Бабулечка нас просит, надо бабушкам помогать. Собрали мы деревяшки, теперь бабушка рада. Теперь мы сможем здесь что-то построить, что-то починить. Сейчас мужик пойдёт нам работать, как всегда. Бабушка рада, а мужик вкалывает. Ну всё как в жизни. Как вы видите, игра не тормозит, вполне всё адекватно идёт. Да-да, привет, он мужик с вами здоровается. Прилетел вертолёт голубой, да, и бесплатно покажет нам кино. Всё, поставили мы статую, поэтому в такие как фермы, игрушки тут можно играть. Вот такая вот двухмерная игра, от которой, к примеру, моя крестница просто в восторге. Маленький ребёнок шпилит в неё просто с удовольствием. Я, кстати, тоже третью часть уже прошёл. Вот такой вот шипзик, бегает тут, собирает бомбочки, монстриков убивает всяких. Третью часть я прошёл, это вторая, я буквально прошёл пару уровней. Достаточно интересная игрушка. Бегать, прыгать, также игра поддерживает управление с помощью геймпада. Это комфортно, потому что для того, чтобы играть на ТВ-боксе, вам обязательно нужны игрушки, которые поддерживают геймпады. По поводу геймпадов я оставлю ссылочку на видосик и ссылку на покупку геймпада, которым пользуюсь я. Это модель айпега, но геймпад недорогой. Я модельку, честно, в циферках не помню, ссылку оставлю, кому интересно. Вот геймпад супер для ТВ-бокса. Для смартфона там также есть крепёж, поэтому на смартфоне также комфортно играть. И для ПК он подходит. Для ПК он также просто царский. Он и по блютузу работает, и в проводном режиме. То есть подключили, играете. В игрушках он определяется как геймпад от Xbox 360. Поэтому каких-то дополнительных настроек сложных, ничего там делать не нужно. Везде во всём работает. Сейчас я, к примеру, играю на этом же геймпаде в новый Crash Bandicoot. Гоночки там Need for Speed катаю. Ну, шикарный геймпад. В общем, смотрите, да? Двухмерная игрушка. Отлично идёт. Ни заиканий, ни подвисаний, ни подлагиваний, ничего нет. В общем, подобного типа игрушек полно в Play Market. И все они будут работать. При условии, конечно, что они поддерживают геймпады. А вот ещё одна игрушка. Называется Shadowgun Leggings. Я думаю, многие знают эту игру. Это трёхмерный шутер. И вот что странно. Да? Вот минимальные настройки графики. Есть просадки. Это всё видно. Я, как и говорил, я не буду вдаваться в просадку FPS. Все вот эти вот цифры выдавать на экране. На эту тему огромное количество видео. Я просто хочу побольше контента именно показать. В общем, в эту игру при минимальных настройках, в принципе, можно играть. Это, конечно, не на смартфоне, где там суперграфика, где всё прям плавно, идеально. Но это я к тому, что, да, вот древняя игруха совсем гонки, да, эти асфальт. Они вообще не шли, не игрались, то есть по сильнейшей лаге. И игра там в разы хуже. Опять же, скорее всего, это из-за плохой оптимизации именно под TV-боксы, возможно, как-то так. Но вот видите, в эту игру на минималках можно поиграть. Опять же, играю я с помощью геймпада. В принципе, терпимо. А вот, кстати, прикольная игрушка трёхмерная, называется Ocean Horn. Я только-только начал её осваивать, но она идёт без проблем. Никаких лагов, ничего. То есть, видите, в принципе, всё избирательно. То есть, какие-то игрушки идут, какие-то не идут. Ну, как и на телефонах, конечно. Но я имею в виду, что под TV-бокс вполне можно найти игрухи, в которые будете играть вы или, к примеру, ваш ребёнок. А вот игрушка называется Самсара или Самсара, не знаю как правильно. Она двухмерная и она на логику. Нам нужно выставлять различные мосты, чтобы девочка смогла перебраться на другую сторону. Прыгать она не умеет. Она, по сути, умеет ходить только ровно. Всё, что нам нужно, это перемещать различные элементы. Мы можем и вращать. И вот в эту игрушку, конечно, удобнее играть самой обычной мышкой. То есть, есть отзеркаливание. В общем, игра реально достаточно сложная. С каждым уровнем становится всё сложнее и сложнее. И нам нужно вращать предметы, чтобы девочка, в общем, добралась. Так что вот такая игрушка, к примеру, также идёт отлично. Можно поиграть, заставить ребёнка немножко напрячь свои мозги. Либо сейчас дети все, блин, ленивые. В общем, вот такая игра. Не буду я сейчас напрягаться, а то мне ещё видос дальше снимать. Ребята, а вот огромный плюс этой приставки. В своё время я хотел купить какую-нибудь консольку, в которой уже вшиты игрушки. Ну, вы знаете, да, есть такие консольки. Продаются на Алишке. Их много. Где, допустим, там 500 игр зашито. Там 600, 1000, миллион. В общем, их там дофига и больше. И цена меня там, кстати, начала не радовать. Я когда выбирал, то есть, она стоит там, ну, минимум плюс что-то более-менее адекватное. Там от 30 долларов, да, чтобы приставка на что-то была похожа. Но опять же, там плохая оптимизация. Все, там, если начитаться комментариев, посмотреть видео. Всё плохо, всё печально. Приставка во многих играх тормозит. И я так прикинул, думаю, блин, 30 баксов отдавать за этот мусор, ну, как-то жалко. А здесь, смотрите, за 40 баксов, ну, в зависимости от комплектации, можно взять чуть дороже, можно взять чуть дешевле. Я имею ввиду, ТВ-бокс, да, то есть, в зависимости, сколько у вас там памяти будет. В общем, примерно 40 баксов, вот как я эту брал. То здесь я получаю отличную приставку для онлайн-контента. Ютубчик смотреть, киношечки смотреть. Помимо этого, я могу в трёхмерные игрушки некоторые поиграть. И отличные эмуляторы для Дэнди, для Сеги, для Супер Нинтендо. Ребята, а это эмулятор Супер Нинтендо. И главный хит, естественно, это Марио. Также эмулятор работает отлично. Контра, Марио, Батл Тодзи, всё это дело можно играть. Всё отлично, никаких зависаний и подлагиваний. Зараза, куда-то я провалился, это в эту часть я ещё... Эй-эй-эй-эй-эй, как? Так, это что мы тут, летать типа умеем или что? Давай, шипзик, запрыгивай. Запрыгивай. А вот хитовая Контра, всё на том же Супер Нинтендо эмуляторе. А вот эта игрушка покруче. И поинтереснее будет, конечно. Играю всё тем же геймпадом. Кстати, прикольно, что во многих эмуляторах, ну, к примеру, этот же айпеговский геймпад, он определяется сразу. То есть вам даже не нужно заходить в настройки, назначать клавиши. Ну, хотя и такое возможно, всё зависит от эмулятора. Есть эмуляторы, которые, допустим, не работают с геймпадами. Или наоборот, как бы вроде как он его видит, но не работает. Вот это эмулятор Супер СНЕС 9Х, по-моему, вот так называется. Или СНЕС 9Х как-то. Короче, угандохали меня быстро, но я думаю, вы поняли, что всё работает. Всё работает. Вот, я надеюсь, если видно, а если не видно, то озвучу. Называется он СНЕС 9Х EX Plus. Эмулятор для Супер Нинтендо. Ну, а это, как вы сами видите, уже эмулятор Sega Mega Drive. И одна из топовых игрушек на Sega Mega Drive, это, конечно же, Аладдин. В своё время, когда я был мелким, у меня также была Sega. Я очень любил эту игрушку и умудрялся её проходить сам. То есть, никаких тебе паролей, никаких кодов, ничего я не использовал. Всю игрушку я проходил сам. Сейчас, конечно же, опять это достаточно сложно уже сделать. Господи, играю, чувствую себя криворуким каким-то. Как я на ПК шпарю. В общем, эмулятор Sega, пожалуйста, работает. И вот, ребят, смотрите, я не поленился. Зашёл сейчас в AIDU64. И по факту я это видео снимаю уже часа 2. Если не больше, наверное. Всё это, конечно, будет монтажиться и обрезаться. Хотя видос будет однозначно длинный. Но я старался, чтобы показать вам побольше информации именно по контенту. Поэтому урезать время я не вижу здесь смысла. В общем, как вы видите, сейчас температура у меня показывает 59-57 градусов. То есть, по факту до 60 градусов. И это при том, что я одну игру, вторую, 4К контент, YouTube. Всё это туда-сюда мучал просто. И видите, выше 60 градусов она не поднялась. Причём она начинает, в принципе, и падать. 58. Вот это её рабочая температура. Ну, я думаю, выводы по этой приставке напрашиваются абсолютно логичные. Приставка отличная, приставка хорошая. Для работы с контентом, видеоконтентом она абсолютно подходит. Как вы сами видели, по Wi-Fi, по сети 2.4 и 5-герцовой сети, фильмы Full HD вообще грузятся мгновенно. Никаких зависаний, никаких подвисаний. Возможно, если подключить приставку по проводу, то и 4К будет прям летать. Это онлайн контент, да? Плюс, если вдруг у вас дома гигабитный интернет, и у вас есть возможность это как-то проверить, у меня, к сожалению, не гигабитный интернет, то, возможно, 4К точно будет офигенно в онлайне идти. Если у кого есть такая возможность, то так пользуется. Напишите в комментариях. Мне будет интересно это дело почитать. Но, 4К с жёсткого диска тянет. Напоминаю, что жёсткий диск у меня был объёмом 1 терабайт. Но, к сожалению, больше у меня нету, поэтому я не знаю, тянет ли она большие объёмы или нет. YouTube 4К, как вы сами видели, идёт на ура. Тут вообще никаких вопросов. Единственный её недостаток, это то, что она не работает офигенно с трёхмерными игрушками. Но, извините меня, приставка за 40 баксов, чтобы она тянула ещё и офигенно трёхмерные, сложные, тяжёлые игрушки, это прям уже, конечно, что-то из мира фантастики. Это нереально. Ну, обычные двухмерные эмуляторы, которых за глаза игрух этих дофига и больше. То есть, она тянет, здесь всё хорошо. Поэтому для игр, для простеньких, она также подойдёт, чем я часто и пользуюсь. И, конечно же, как и говорил, самый жирный плюс при выборе ТВ-бокса, это оптимизация железа, это её прошивка, как это всё дело работает. Приставка, как вы сами видели, работает стабильно, она не греется, при сложных нагрузках она не греется. А это очень важный показатель, это стабильность работы при условии равного железа с другими производителями. Здесь же с приставкой всё хорошо, всё стабильно. В общем, без угрызения совести, оставляю ссылку на продаванную в описании. Заходите, читайте, смотрите. Классная приставка. Мне она понравилась и вам рекомендую. Напоминаю, что сегодня, 7 апреля 2021 года, это свежайший обзор, а не те обзоры, которые были там ещё на 8-ом андроиде, на 7-ом андроиде, которые были сняты несколько лет назад. У меня сейчас свежее объективное мнение. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok